Всем привет! Продолжаем смотреть картины известных художников. Сегодня я хотел бы вас познакомить с творчеством Лосенко Антона Павловича. Родился в 1737 году в семье русского купца Павла Якоча Лосева, торговым делам, часто бывавшего в Малороссии и Польше, позже поселившийся в городе Глухове. Когда ребенком было 4 года, верла мать, потом отец, и 7-летний мальчик был отдан в Санкт-Петербург в придворный хор. Я пользуюсь Википедией. Его, как проявившего склонность к рисованию, определили в мастерскую живописца Ивана Петровича Аргунова. Учился Антон прилежно и успешно, получил высокую оценку мастера, и в 1758 году его приняли в Академию художества. А после написания портретов президента Академии художества Шуалова, поэта и драматурга Сумарокова, актера Шумского, Лосенко был отправлен в пенсионерскую, так называлось, поездку в столицу Франции, где совершенствовал в живописи мастерской Жан-Арету, ну а позднее у Вьена, известных художников по Франции. Поручают написать ему портрет актера, основателя первого русского публичного театра Волкова. Это полотно считается лучшим портретом работы Лосенко. Выполнув поручение, художник снова едет в Париж, поступает в мастерскую Вьена, где углубленно изучает законы перспективы, анатомию, пишет этюды обнаженного тела, создает собственные композиции на античные и библейские темы. В 1769 году возвращается в Петербург. Ему предложено написать картину названия академика исторической живописи. Художник создает произведение на тему из русской истории Владимир Ярагнеда. Успех картины принес ее создателю не только звание академика, но и назначение одним профессором, а вскоре профессором и директором Академии художеств. До конца жизни Лосенко оставался на этом посту. К тому же он вел практические занятия и создал учебный и теоретический курс изнеснения краткой пропорции человека. Этот курс стал пособием для нескольких поколений художников. Помимо исторических полотен, художник создает целую галерею портретных изображений современников. Краф Шувалов, портрет Сумарокова, актера Шумского, Волкова. Должность директора Академии художеств, которую возложили на художника, профессора, ежедневно преподававшего по многу часов класса, была для Лосенко обременительной. Ну и к тому же она вовлекала в клубок академических и придворных интриг, которые были чуждой художник. Скульптор Фальконе пишет Екатерине, заступаясь за Лосенко. Преследуемый, утомленный, опечаленный, измученный тьмой академических пустяков, Лосенко не в состоянии коснуться кести. Его погубит несомненно. Он первый искусственный художник нации. К этому остаются нечувствительны. И им жертвуют. Императрица обещала перевезти Лосенко из Академии художеств в Эрмитаж, но, к сожалению, из этого не сделала. Силы художника были подорваны. Он не смог справиться с обрушившейся на него тяжелой болезнью и вскоре умер. Скончался от водянки в 1773 году. Похоронен на кладбище Благовещенской церкви. В советской литературе встречается информация, что из-за отсутствия заказов и стесненного материального положения, не старый еще художник от унижения и отчаяния, спился. Ну, другие авторы, напротив, отмечают воздержанный образ жизни художники и то, что белое вино он употреблял как лекарство от болезней. Такая информация. Из учеников Лосенко следует отметить Акимова, Угрюмова и Козловского. Вот, пожалуй, все, что написано кратко в Википедии об Антоне Павловиче Лосенко, русском живописце, представителе классицизма, основоположника русской исторической живописи. Посмотрите картины, которые я нашел. Все, всем пока, всем привет. Сегодня мы познакомились с Антоном Павловичем Лосенко, русским живописцем, основоположником русской исторической живописи. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok